air max dn одни из главных nike этого года и с таким баллоном который удивил буквально всех но смогли ли nike вышить из этой технологии максимум или же это очередная игра на громком имени как вы знаете к баллону меня отношение неоднозначное потому что зачастую его работа вообще почти незаметно это вот например касается винтажных моделей либо он только все портит например как в современных парах типа скорпионов либо самых проблемных двухсот семидесятых но air max и целом я люблю те же единички это образец и дизайна и удобства 90 тоже от них особо не отстают и к десятилетию праздника бренда air max day nike решили выкатить нечто особенное прорывное революционная и с новой технологией dynamic air ну и раз ваш мак такой важный то я решил дать ему время не делать ролик в первые дни покупки они мне кстати появились по моему вообще у самого первого в россии науки его одного из самых первых но во всяком случае на российском air max day я уже был в них но все-таки я в них походил попытался скажем так распробовать и уже вам рассказать про их все плюсы и минусы и обычная кроссовки после роликов продаю но вот эти оставлю себе но не потому что пара получилась такой классный вообще нет создавая air max den дизайнеры поставили себе задачу удивить фанатов бренда чем-то новым и хоть издалека вам очень с натяжкой может показаться что они чем-то похожи на те же 97 но это будет сильно притянуто за уши однако в целом картинку делают они классную это касается и минималистичного верха усеянного рельефными линиями какой-то непонятный переливающийся штуки на язычке с прикольной оптической иллюзией ну и конечно основы этих максов баллона моя расцветка была одной из первых но спустя время вышло уже достаточно много color wave вот некоторые из них ну и пишите в комментах что в целом думаете про дизайн динов мне лично зашло но если говорить про текущее положение дел то я бы вместо вот этой расцветки взял бы какую-нибудь более нейтральную скажем так те же вот белые либо голубые да и как-то стилизовать большинством гардеробов будет значительно легче кстати если искали себе брюки как раз под вот такие рмаксы да и вообще под любые там кроссовки и ботинки то вы можете сделать это в магазине la flame я про ребят уже рассказывал ранее магазин проверенный цены обалденные и там вы найдете такие бренды как кархард тюси дикис альфа индустри с чемпион в общем практически все то что я ношу там полны полно как брюк так и худи верхней одежды аксессуаров а цены в сравнении с другими магазинами разительно меньше те кто покупает себе тот же карху нас в россии вы сами все видите в двадцать четвертом году видеть такие прайсы у нас это безумие естественно все вещи оригинальные я сам лично брал у ребят штаны и брюки все проверил и могу вам смелейшие рекомендовать подписчики также успели в них купить много одежды и ни у кого не было вообще никаких проблем ну а чтобы цены были еще ниже от меня как обычно вам полагается промик это naked 10 и он вам будет давать как вы правильно догадались 10 процентную скидку вообще на все но поторопитесь потому что промик действует всего лишь неделю так что переходите по ссылкам в описании и закупайтесь но пока есть время теперь переходим ближе к делу и смотрим что скрывается за этим дизайном сразу глядя так и не скажешь но верхний слой и денег полупрозрачный это крайне тонкая штука по типу как в беговых моделях чтобы она держала форму под ней скрывается обычная 3d сетка которую вы наверняка уже раз то видели в других парах если так приглядеться сетка идет вдоль всего верха но вот дышать и не будут хорошо разве что спереди тут воздух прогоняется без проблем но ближе к середине вентилируются они все хуже и хуже так что нет это ни в коем случае не летние кроссовки я бы их вам советовал градусов до 20 но не выше выше идет обычная шнуровка через петли про переливашку или что это вообще я уже говорил штука которая реально ломает мозг очень красивые при этом уверенный задник с логотипом диан он не прогибается даже под сильной нагрузкой и грязи особо не боится бортики у диан заварены еще одним слоем синтетики тоже как небольшой плюс к практичности и скошенный утюга образный перец небольшой защитой кстати к нему мы вернемся еще чуть позже потому что как показывает опыт такие утюги ничем хорошим для ног не заканчиваются стильковый диан проходная да и наки в целом в плане стелек те еще желобы но тут дела обстоят всяко лучше чем в тех же форса к примеру это обычная пена без каких-то дополнительных фишек немного поддержки и все длина она в моем случае 29 с половиной сантиметров а бирка показывает 11 с 10 и кей 45 евро ну и что я могу сказать о размерах обычно кроссовки с вот таким вот сточным передом они заметно давят на пальцы и люди чтобы этого избежать зачастую хоть как-то избежать они берут кроссовки наполовину побольше но при этом получают другую проблему это гуляющая пятка то есть вас нога будет здесь ходить и вы с этим ничего не сделаете я взял свой обычный 11 с и да у меня есть проблема с пальцами то есть поначалу вроде как не критично но концу дня становится критично поэтому здесь что сказать дилемма двух стульях либо носки точеные либо вот это дело но ладно с ним с этим верхом потому что главная тема этих день да и как любых air max это конечно же баллон это как его обыграли здесь он теперь называется дайнэмик р и хоть снаружи эта конструкция выглядит как что-то типа шариков но на деле это все тот же баллон который выглядит как четыре трубки но что особенно важно разделенных на две секции две трубы сзади с повышенным давлением а те что ближе к середине кроссовка с пониженным и по словам nike они будут вам давать революционный толчок вперед невиданный перекат и вот это вот все и я вообще не спорю выглядит это все и внешне на бумаге дико круто прям эпатажно но первые вопросы начинаются когда берешь вот эти air max и прямо вот так вот в руки потому что кроссовки это что такое кроссовки это вещь которая держит вес всего вашего тела то есть нагрузка на подошву в них нефиговая но вот как только начинаешь прощупывать даже пальцами вот эти баллоны могу ли я сказать что я ощущаю какую-то разницу в давлении но скажем так если бы я не знал вот этого факта из рекламы nike про разность давления в баллонах я бы сказал что это практически одно и то же то есть разница вообще никакой нет и ладно это я вот пальцами не могу разницы нащупать здесь вот давление я прилагаю где-то на килограммов 5 от силы а заметите ли вы разницу вот этих вот штуках надеваете кроссы на ноги это вопрос очень хороший но помимо баллонов здесь есть конечно же еще и пена это филон и он далеко не такой дубовый как то что было в винтажных моделях филон и окружает баллоны и составляет всю переднюю часть но по замерам это все равно не реакт хотя меня устраивает более чем по бокам вылезают огромные стабилизаторы со свушим выглядят тоже футуристично но сомневаюсь что толк от них большой есть и протектор очень твердый но недостаточно толстый вряд ли его хватит вам на годы использования я думаю где-то сезона 4 переживут уверенно ну а дальше начнет заметно и стираться но опять же выглядит красиво и очень мощно выходит сзади да и в целом вся задняя часть у диэнок самая впечатляющая но вот удобство собственно одна из главных причин почему я их взял не впечатляющая если начать с хорошего то это первые найки с таким огромным баллоном на моей памяти которые снизу не доставляют серьезных проблем наконец-то здесь уже нет того бреда когда ради того чтобы удивить размерами воздуха у вас под ногами не пытались эти самые ноги ушатать я действительно ощущаю работу подушек диэнки пружинят даже при ходьбе их не нужно раскачивать серьезными нагрузками чтобы ощущать тот самый airmax experience но как я и говорил разницы в давлении я не почувствовал никакой просто мягкий баллон но не более тут уж извиняйте при этом толчки в пятке предсказуемые тебя не кидает влево вправо что для такого баллона результат отличный перекат тоже хороший завала внутрь я не ощутил и назвал бы их плане стабилизации вполне нейтральной парой так что впечатлить меня баллоном в этот раз опять не получилось но хотя бы без катастрофы ура чего но главная проблема здесь это как я и говорил скошенный носок тут они просчитались и если в 90-х либо в единичках сеткой я мог провести весь день то в дн пальцы слишком сдавлены и это не просто неприятно тупо вредно для ног поэтому если и буду на сиденьки то как угодно но только не на повседнев как регулярные кроссовки это не самая здравая идея тоже собственно советую и вам я все еще могу рекомендовать деньги это действительно неплохие кроссовки и их можно спокойно покупать потому что в наших краях пара дико редкая все еще но при этом дико стильно и может сочетаться с правильными луками супер круто и при этом сейчас они стоят уже адекватных денег то есть на пользу не том же можно даже за десятку купить вот когда я их покупал на релизе они мне обошлись баснословную сумму не буду даже называть во сколько и я их заказывал как обычно с поездом с помощью чай на фритейл ссылочки на ребят и на кроссовки я оставлю в описании так что можете покупать через них смело но себе в коллекцию я их оставлю просто как память и чтобы было все-таки не каждый день новые рмаксы выходят от меня получают с натягом 7 баллов выехали они больше на эпатаже но революции в удобстве не случилось к сожалению так что ребят вот такие рмаксы на сей раз получились у найки далеко не самое худшее по моему это уже прогресс я надеюсь я ответил на все вопросы которые вас интересовали касательно этой пары огромное спасибо всем кто досмотрел ролик до конца я надеюсь что вы досмотрели ролик до конца и подписывайтесь на канал и на все мои социальные медиа у меня кстати барахолочка недавно появилась и там люди выставляют пары покруче вот этой вы это там все вы и ссылочки будут в описании добавить мне больше нечего и всем покеда